Наш город всегда славился своими талантливыми людьми, писателями, поэтами, музыкантами, композиторами и хореографами. Сегодня в стенах русского драматического театра мы вспоминаем тех, чье творчество оставило неизгладимый след в культуре и чтимых вклад в наше наследие. Вечер памяти объединил музыкантов, поэтов и просто неравнодушных людей. В программе проникновенные песни, стихи и воспоминания, которые звучали так же искренне, словно оживляют тех, кого уже с нами, к сожалению, нет. Организатор мероприятия Максатор Исымбетов сумел не только привлечь талантливых исполнителей со всего Казахстана, но и создать душевную, почти семейную атмосферу, где каждый мог вспомнить, как важно сохранять культурное наследие. Эти мероприятия раньше когда-то, в далекие 70-е и 80-е годы были ежегодными. Мы один раз в год проводили концерты «Вечера памяти музыкантов» под названием «Мы воспомним ребята». Прошло много лет, ну и по разным причинам. Последний такой концерт, он был в 2017 году, и после этого года по разным причинам перестали проводить эти концерты. Потом была пандемия, и, к сожалению, время идет, и нас покидают лучшие ребята, которые прославляют наш город и в культурном плане. В общем, мы сегодня будем поминать людей, которые являлись частью культурного пространства нашего города, и сегодня мы решили их организовать такой концерт «Вечер памяти друзей». Не только музыкантов, а людей, которые внесли лепту в развитие нашего города и прославляли наш город по всей стране. Среди участников вечера был композитор Тахир Узденов. Его проникновенное чтение стихов словно приглашало зрителей в путешествие по воспоминаниям, позволяя ощутить силу искусства. Я выступаю первым номером, ввиду того, что я ветеран этого движения и этих концертов. Я почти в каждом концерте памяти ушедших музыкантов выступал. Сегодня я выступаю со своими произведениями. Первое произведение «Ничего не вернуть» – это песня посвящается Алексею Гончарову. Когда я ее написал, Алеша послушал и попросил, говорит, посвяти ее мне. И вот я ему ее и посвятил по этому. Вторая песня, она любимая песня Макса Тарасимбетова, руководитель группы «Фонограф». И я когда-то играл с его братом вместе. И вот эта песня «Друзей моих ушедших голоса» живут во мне тягущими ночами. Я ее написал и посвятил всем ребятам, с которыми я играл, с которыми пошла моя юность. И вот с этими двумя песнями я открываю наш сегодняшний концерт. Зрители оставались в трепетном молчании, словно боялись упустить что-то важное. Каждый номер программы звучал как признание в любви к тем, кого уже с нами нет. Ребята, огромное им спасибо, которые организовали этот такой прекрасный вечер. Мы помним вас, ребята. Я был свидетелем, когда это только еще первые концерты были. Начиная, еще мы в филармонии, мы ребята, филармонии делим, мы смотрели. Конечно, это очень такое хорошее событие для нашего города. Это очень правильно. Получаешь большие эмоции хорошие. Вспоминаешь тех друзей, которые именно музыканты. У меня очень много музыкантов, друзей знакомых, которых сейчас нет с нами. Я считаю, что это очень правильно и очень позитивно. Вечер памяти стал больше, чем культурным событием. Он наполнил сердца благодарностью и гордостью за тех, кто своим талантом оставил след в нашей жизни. Эти вечера помогают соединить поколения, чтобы наследие прошлого продолжало жить в каждом из нас.